Все игроки GTA 5 RP делятся на три типа. Первый это фармилы, как я. Второй это тулеры, которые живут на трассе или в гетто. А третий это репешеры. Чаще всего это гостники. И вот суть для сегодняшнего ролика о том, как можно потратить 30 минут своего времени и получить от 40 до 6 до 58 тысяч долларов. Я думаю пора приступить. Только зарегистрировал персонажа? Вадим и промоугодный клуб, который даст тебе VIP на 10 дней и 12500 на любом сериале GTA 5 RP. Поехали. Как многие знают, после рестарта вслетают все КД. То бишь колесо удачи снова открывается на 4 и 6 часов, КД на бабочку убираются и КД на контракты убираются. Тут давайте разберемся по-породней. КД на само выполнение контракта разбивается, то есть можете сделать контракт до и после рестарта. Но это никак не влияет на сам контракт, то бишь он не сбросится, а сбросится только по истечении КД. Суть заключается в том, что вы заходите за полчаса до рестарта, а именно примерно в 6-30 утра и берете бабочку. Делаете ее и получаете 5000. Затем вы ищите человека, который сдаст вам два контракта из предложенных. Волонтерка или швейка, плюс схема или скользкая. В зависимости от выбранных контрактов, вы получаете от 18000 до 24000. Итого вы получаете от 23000 до 29000 до рестарта. Проходит рестарт сервера, вы заходите и едите делать все это по новой. Также делайте сначала контракт, чтобы человек не ждал, и потом уже берете бабочку. За всю эту махинацию получаете от 46000 до 58000 с чистыми. Примечание. Этот способ подходит не для всех. Он больше подходит для людей, которые долго играют, до ночи и аж до рестарта. Или у кого плюсовой часовой пояс. Также лучше находить человека заранее и договариваться с ним. На этом, пожалуй, стоит закончить. Всем спасибо за просмотр. В той же новой серии Допути и Дегомиры она скоро будет. С вами был Фрога. Всем пока.